Здравствуйте! Тема урока «Освоение железа на территории Казахстана». Сегодня на уроке узнаем о железном веке, познакомимся с методами обработки металла в древности. Исследуем вопрос, каким образом производство железа изменило жизнь людей. Для начала, ребята, повторим материал первой четверти. Вам необходимо выполнить небольшое задание. Создать логический образ, технология, бронза, второе тысячелетие до нашей эры, олово, использование металла, медь, рост производительных сил, усиление значения общественного труда, изменения в общественной жизни. Проверим, что у нас с вами получилось. Самым первым выплавленным людьми металлом стала медь. Во втором тысячелетии до нашей эры была изобретена технология получения бронзы. Это сплав меди и олова. Использование металла привело к росту производительных сил, усилению значения общественного труда, изменения в общественной жизни. Ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно на слайд. Как вы думаете, с каким металлом связан наш урок? С какой эпохой нам предстоит знакомство? Этот металл широко распространен на земном шаре. Он составляет около 5% массы земной коры. Планету Марс называют Красной планетой из-за оттенка ее поверхности, так как именно оксид этого металла придает ей такой цвет. Также этот металл является основой цивилизации. Этот металл является очень важным элементом в организме человека. Цвет крови человека имеет красный цвет. Именно этот элемент придает ей такой оттенок. Жизнь человека невозможна без данного элемента, так как он входит в состав гемоглобина, белка, который отвечает за транспортировку кислорода. Вы, наверное, догадались, это железо, которое сменило бронзовые орудия труда. В чем же преимущество железо перед бронзой? На этот вопрос мы с вами получим ответ после просмотра мини-спектакля, где главные роли играют медь, бронза и железо. Сегодня мне предстоит нелегкая задача. За право обладания золотой короной будут вести спор несколько металлов. Кому же она достанется по праву, мне и предстоит решить. Претенденты – медь, бронза и железо. Издавна считалось, что самым первым металлом выплавленной человеком была медь. С нее и начнем. Слово предоставляется меди. Я самая красивая, обладая таким же почти цветом, что и золото. Человек из медных самородков делал топоры, копья, щиты. Но у меня есть небольшой недостаток. Я очень мягкая и поэтому не смогла вытеснить орудия труда из камня. Этим и объясняется тот факт, что за медным веком в истории человечества начинается бронзовый век. Слово предоставляется бронзе. Я бронза, сплав меди с оловом. Основные мои преимущества по сравнению с медью – у меня низкая температура плавления. Я крепче, тверже, у меня красивый золотистый цвет. Если у бронзы все, выслушаем железо. Слово предоставляется железом. Я очень прочный и крепкий металл. По сравнению с бронзой легче и лучше подаюсь ковке. Я более распространенный металл, чем другие. Меня можно найти практически везде, в разных видах. Орудия труда и оружие из железа по своим свойствам превосходят бронзу и другие цветные металлы. Теперь мне ясно, кто станет обладателем золотой короны. Это железо. Ребята, вы просмотрели мини-спектакль и сделали, наверное, для себя выводы, что железо по сравнению с бронзой намного легче, прочнее и удобнее. А как вы думаете, почему данный период называется железом? Из курса истории мы с вами знаем, что каменный век называется каменным, так как орудия труда были сделаны из камня. Бронзовый век называется бронзовым, так как орудия труда были сделаны из бронзы. А исторический период, когда человек научился плавить железо, изготавливать из него орудия труда называют железным. В истории нашей страны данный период охватывает следующие хронологические рамки с 8 века до нашей эры по 6 век нашей эры. Железный век делится на два периода раннее железо, позднее железо. Раннее железо охватывает хронологические рамки с 8 века по 3 век до нашей эры. Позднее железо с 3 века до нашей эры по 6 век нашей эры. Что же характерно для эпохи железа? Изготовление орудий труда из железа, освоение племенами степных, горностепных и полупустынных пространств Казахстана, становление пастбищного животноводства, его еще называют кочевым скотоводством и намадизмом, объединение крупных родов и племен, племенные союзы, зарождение государственного строя у кочевых племен. Откуда же люди брали железо в то время, когда они не научились добывать его из руды? Ученые предполагают, что первое железо, попавшее в руки человека, было метеоритмного происхождения. Не случайно на некоторых древних языках слово железо означает небесный камень. Железо в чистом виде в природе не существует. Люди стали замечать, что железная руда, попавшая в огонь, начинает плавиться и превращаться в металл. Что же из себя представляет процесс плавки руды? В эпоху раннего железа были изобретены специальные печи. Они были расположены ближе к рудникам и были сделаны из камня и клины. Что же из себя представляла данная печь? В нижней части были проемы для подачи воздуха, которые усиливали горение. Сверху огня закладывали первую порцию руды. Сверху этой руды на поверхности закладывали дрова, а затем докладывали еще одну порцию руды. Внизу горел огонь, который загорался за счет того воздуха, подаваемый горнилами. Воздух такой печи достигал 1200 градусов по Цельсию, а для полной плавки необходимо было довести температуру до 1530 градусов по Цельсию. Для полного понимания, каким образом происходил процесс плавления руды, предлагаю выполнить следующее задание. Расположите в правильной последовательности картинки, отражающие процесс получения металла и подберите к ним соответствующее описание. На первой картинке, ребята, изображена плавильная печь, на второй картинке расплавленный металл и на третьей картинке руды, содержащий камень. Нам даны следующие описания. Вытащив расплавленный металл из печи, его укладывают на наковальню и бьют по нему молотом для придания нужной формы. Мастер-кузнец складывал готовые железные изделия в специальную часть своей кузницы. Готовые изделия забирались заказчики. Иногда мастер обменивал изделия на нужные для себя предметы. Второе описание. Люди среди обычных камней находили рудосодержащие камни, а не заметили, что упавший в огонь такой камень начинал плавиться. Третье описание. Люди клали руду в плавильную печь, чтобы выплавить металл. Давайте проверим, что у вас получилось. Картинки должны быть расположены в следующем порядке. На первой картинке рудосодержащий камень, вторая картинка плавильная печь и третья картинка расплавленный металл. Мы подобрали к ним следующее описание. В первой картинке люди среди обычных камней находили рудосодержащие камни. Они заметили, что упавший в огонь такой камень начинает плавиться. Ко второй картинке люди клали руду в плавильную печь, чтобы выплавить металл. И третья картинка. Вытащив расплавленный металл из печи, его укладывают на наковальню и бьют по нему молотом для придания нужной формы. Мастер-кузнец складывал готовые железные изделия в специальной части своей кузнецы. Готовые изделия забирали заказчики. Иногда мастер обменивал изделия на нужные для себя предметы. Таким образом, в результате плавки рудного камня производились необходимые инструменты. Сабли, мечи, топоры, китмени, серпы, наконечники стрел и копии. Постепенно орудия труда и оружие, железо сменили бронзовые орудия труда. Ребята, в течение урока мы должны были ответить на вопрос, каким образом производство железа изменило жизнь людей. В железном веке в истории человечества произошли важнейшие изменения. Самым главным достижением этого периода было усовершенствование процесса производства железа. Люди освоили новые способы плавки металла. Кроме этого, появляются новые виды хозяйства. Изготовленные из железа орудия труда облегчили процесс обработки земли. Также происходит развитие товарно-денежных отношений. Все это стало предпосылкой для нового исторического этапа. Наш урок подошел к концу. До свидания.